МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Довелось завести такое животное. И есть ли покой с тех пор? Ну, завести мы его решили, потому что у нас кож старый уже живет. Он как бы все время лежит, он скучный ему. Ну, как скучно? Он просто отдыхает, не двигается, ничего. Мы хотели какого-то более активного зверика еще завести. В итоге вот так и получилось, что завели суриката. Жизнь заиграла новыми красками? Да, стало очень много... Можно и телевизор не включать. Да, вы что? Хаоса дома постоянно. Он куда-то убежал, да? Его сейчас сколько? Активность его снижается с годами вообще? Нет, активность со временем у них вообще никак не влияет, не меняется их возраст, не сказывается никак на их поведении. Только ближе к году они чуть-чуть спокойнее становятся. А ему сколько? Девять месяцев. У него очень милый нос, и он очень громко нюхает. И пищит он тоже классно. Как он еще, кстати, разговаривает? Пока он только пищит. Вот так, да? Вот я говорил про кольца и цепочки. У них порядка, по-моему, 30 вообще звуков они издают разных. То есть за все время пребывания мы, по-моему, сколько насчитали? 14 или 15. 14-15 звуков на разные ситуации по-разному реагируют. Давайте немножко предыстории об этом животном. Это семейство мангустовые, да? Все верно? Да. И они вообще-то облетают в Южной Африке. Все правильно? Да. Так, и как вам удалось в наши-то минус сколько сегодня? 15? Вчера было минус 20? Минус 20 сейчас. Обогреватели. Как вы его довезли? Ну, то есть в чем? У нас переноска, грелка с горячей водой, шарф и плед еще сверху. А дома вообще как ему живется? Они же такие, как бы, животные, стаями передвигающиеся, живущие. Как бы ему стая не совсем обязательно нужна. Ему главное, чтобы вот хозяин рядом был, ему очень много внимания нужно уделять. Общаться с ним, да, постоянно. Так, вы уволились с работы? Нет. Ну, я с ним больше времени проложила. Да, я работаю, конечно. Он достаточно такой худосочненький, или это в силу того, что у них матриархат, да? Ну, женщина, она как бы мать рода, она главная. Это было... Очень неожиданно. Ты еще... Он выживает после падения. Да, он падал еще с более, большей высоты. С какой? С подоконника падал. Он падал с подоконника в обратную сторону дома. С пятого этажа он бы не выжил, наверное. Так, отлично. У него, видимо, для этого цепкие лапы, да, чтобы на всякие высоты залезать? Нет, они не крапкаются, и когти у них мягкие достаточно. Они не совсем твердые такие, как у кошек там. Ты чего? Я все-таки спрашивала, да, про размер. Вот они обычно все-таки покрупнее, пухленькие, но я вот в основном видела только самок. Связано ли это с тем, что у них действительно, ну, вот в их роду главная самка, да, матриархат, вот этот, и они как бы такие, ну, более крупные? Ну, не совсем больше, наверное, все-таки с режимом и питанием связано. То есть вы все-таки недокармливаете? Нет, мы балансируем. Чем, кстати, кормить нужно? Сухой корм, премиум класса, холистик, овощи, фрукты, живой корм. Это что вы имеете в виду? Какие-то личинки? Тараканы, сырочки, зоофобус. Все как мы любим. Так, тараканов, то есть вы покупаете специально? Ну, да. Это какие-то мадагаскарские? Да, мадагаскарских, но у нас сейчас свои растут дома. Мадагаскарские. Где они у вас живут? В контейнере. Так, хорошо, а для суриката какое необходимо пространство, где он вообще, с чем он взаимодействует, где он должен находиться? Ему хватает квартиры, площади, то есть, как бы у него куча игрушек, с которыми он играет постоянно. Это что, например? Всякие игрушки для кошек, эти на палочке, вот, дергать, которые мне надо. Мягкие игрушки. Мягкие игрушки, да. Так, я видела у вас в соцсетях, да, ну, у вас целая страничка, по большому счету, ему посвящена. Вы покупали дом, да, специально, видимо, дом для животного, для суриката. У него их два. И как? Зачем это нужно? Ну, вообще, мы думали, что он все-таки будет жить в своем домике, который мы ему купили. Это самый беспардонный мужчина в моей жизни. Так, слушайте, у него реальная гиперактивность. Как вы живете, он спит? Он спит. Когда? Он периодами спит днем, но это такой микросон, там, буквально на минут 15-20. Он сейчас недовольный? Да. Ну и полноценно ночью спит. Это вот еще одни его звуки. Так, прикольно. Ну, как бы, каковы шансы, что он может, например, напрудить на меня? 50 на 50. Спасибо большое. Выбирайте своего гостя. Ой, какой он милый. Да нет-нет-нет, конечно, пусть сидит, если ему нравится, но ему как будто бы не очень нравится. Что это за одежда на нем? Это шлейка обычная для хорька. Ну, на всякий случай. Смотрите, вот прежде чем завести, как давно вообще хотели завести его? И как готовились? Ну, то есть, что нужно было читать? Я не знаю, откуда черпать информацию? Потому что, насколько вот я знаю хозяев сурикатов, они всегда, сколько бы ни читали, там, годами готовятся, а в итоге все равно что-то новенькое, эх, чего не ожидали. Мульти, не надо. Ну, мы на самом деле долго не готовились. Мы просто хотели экзотического какого-нибудь животного. Почему ты не хорек? Были же популярны хорьки. Они спят 20 часов в сутки. Да вы что? Да, и активничают буквально, там, пару часов и все. Так, кстати, про корм вы говорили специально для сурикатов какой-то корм? Нет. Или это для какого-то? Для кашек? Для качек. Ну, вы вообще смельчаки. Так, сколько вообще живут сурикаты, и отличается ли срок жизни в неволе и на воле? Отличается. В неволе, насколько я знаю, они там 4-5 лет живут, ой, на воле, а в домашних условиях до 14 лет. Прекрасно. Температура какая должна быть дома для этого южного животного? Вообще для него комфорт 20-24 градуса. Ну, то есть не так-то и жарко, на самом деле. Ну, это именно вот такой минимум, можно сказать. Вот, вот эта температура, да. А так он и 30-40 градусов переносит. Как ухаживать? Не знаю, видела, опять же, фотографию у вас после мытья, после душа. Выглядит он примерно так же, ничего не меняется. Ну, только темнее становится от воды, шерсть намокает. Так, ну, раз там, в неделю, в две его нужно мыть, потому что они не настолько чистоплотные, как кошки, и постоянно себя не вылизывают. Ну, вообще вылизывают, да? Ну, вообще вылизывают, но не настолько тщательно, и он не может все себе вылизать до стойки. Эту стойку, расскажите, зачем они так стоят? Это наблюдательная стойка, то есть осматривает территорию. Так, а дома? Постоянно так сидит. Да, ему по-прежнему все кажется неизведанным. Он любит на подоконник залазить и там стоять в окно смотреть. Какой воспитанный романтик просто, да? Так, расскажите, вот опять же, элемент ухода, уборное у него где? Можно ли его приучить? Есть лоток, он ходит в него. Он роет во мне землю, что? Ну, с переменным успехом, то есть... То есть вообще он гадит? Ну, бывает. Их сложно приучить. Да, они не настолько... Сложно, но можно. А как? Упорство просто. Ну, вот я знаю, что... Настойчивость. Здесь с кошками раньше была эта история, там, носом потюкать туда, где нагадил, чтобы, ну, показывать, где нужно, да? Ну, они так приучаются. А как вообще воспитывать это животное? Насколько вообще возможно что-то в нем поменять? Какие-то вот эти вот природные дикие задатки? Ну, вот к лотку можно приучить, но это очень сложно. Это нужно упорство, настойчивость, постоянно из раза в раз его носить в лоток, когда он сходит не в лоток. Просто носить... И гарантий никаких нет, да, что он поймет? Да, на самом деле стопроцентной гарантии нету, потому что он будет всегда... Он все время куда-то идет, идет туда, куда пройти нельзя. Всегда ходить в лоток. Но у нас как бы... Вы расстроились, в общем, что обрекли себя, ну, на такую чумовую жизнь? Нет, никак не. С ним веселее. Ну, вы такие достаточно, как сказать, ну, неэкспрессивные сами. Он, видимо, вас дополняет. Так, хорошо. Правда же, что у вас есть еще другое домашнее животное, да? Вот этот вот, как вы назвали его, престарелым. Девять лет. Как они взаимодействуют? А, кот предпочитает с ним не пересекаться. То есть, по правилу, ты меня не трогаешь, я тебя не трогаю. Так и живем. А корм, получается, у них вообще общий. Разный. А, разный? Почему? Ну, он ест для котят, кот ест для взрослых котов. Корм. Какие-то веселые истории, я думаю, что жизнь-то с ним, ну, такая, очень яркая, скажем так. Какие у нас есть веселые истории? Ну, опять же, с котом. Вот он же элементарно может его поцарапать. Как вот? Он поцарапать его не может. Не может? А, в смысле, кот его? Нет. Или он? Он кота. Нет, он не может. У него когти не такие, чтобы царапаться. А как-то вот все равно природные вот эти вот черты, вот эти вот из дикой природы, они присутствуют? Как проявляются? Он постоянно копает. Постоянно все копает. У вас есть что копать? Нужно ли ему что-то придумывать, чтобы он копал? Мы пытались давать ему песок, но он что-то не оценил. Он посувал нос в песок, ему не понравилось, и копать он его больше не стал. А так он копает просто пол, плед, плинтус. Но портить он ничего, опять же, из-за строения своих когтей не может. Норки же им нужны? Есть у вас нора какая-то для него специальная? Он выбрал себе сам место, но кухня под тумбой, как нору для сна ночного. Очаровательно. Так, расскажите, пожалуйста, давайте мы его выведем в свет, а то он все уходит куда-то. Так, ладно. Напоследок, кому бы советовали завести это животное? И насколько вообще все-таки оно, по вашему опыту, насколько оно уместно дома, в квартире? Честно, я бы не советовал заводить его, если совсем не готовы к тому, что за ним нужно постоянно следить, постоянное внимание, как бы подстраиваться немного под его режим. Вот, с ними реально сложно на самом деле. Так, Валерия? Мы всю квартиру подготавливали, щели заделывали, где он сможет залезть, но не выбраться, чтобы он... Когти у него нигде не застряли, чтобы он не вырвал. А насколько это вообще гуманно, заводить дикое животное у себя дома? Он как кошка, можно сказать. Ну вот это вы так думаете. Нет, они на самом деле даже в этом Росприроднодзоре, что ли, занесены в список домашних животных. Ну ладно, хорошо, я склонна вам верить. Мне кажется, у него есть несомненный плюс. Если дома у вас вдруг заведутся тараканы, этот друг за спиной моей спасет вас. Спасибо, что вы были с нами. Оставайтесь на ЕТВ. До встречи в следующий понедельник. Субтитры создавал DimaTorzok